Чёрт! Неужели я так плохо выгляжу? Он прихватил бокал, не глядя, поставил его на столик и заглянул тебе в глаза. Ты как? Я нормально. На тебя только что чуть не рухнула люстра, Аврора. Прости, но я не очень верю в твоё нормальное. А как я, по-твоему, должна себя чувствовать? Мне лучшим образом, это определённо. Мне очень хочется тебя поддержать, но я не знаю, как это лучше сделать. Может, ты мне немного поможешь? Дай совет. Как мне лучше поступить? Я бы хотела, чтобы меня обняли. Без лишних слов он притянул тебя к своей широкой груди. Его огромные лапища заключили тебя в непроницаемый твёрдый кокон. Твои пальцы скользнули под лацканы его пиджака, сжали рубашку. Даже стоя на каблуках, ты едва доставала затылком до его подбородка. Это ведь против правил этикета, да? Каких ещё правил? Не знаю никаких правил. В его голосе слышалась мягкая улыбка. Стараясь не нарушать гармонию твоей прически, он принялся поглаживать тебя по волосам. Аврора, как ты до сих пор держишься? Где держусь? На тебя свалилось столько всего, а ты стоишь здесь красивая, как богиня, и даже не плачешь. От всей души хочу узнать секрет твоей стойкости. Да нет никакого секрета. Просто сломаться тоже не выход. Он чуть отстранился и заглянул тебе в лицо. Потом, словно заметив что-то краем глаза, повернул голову и вздохнул. Давай как-нибудь встретимся в менее формальной обстановке. А, давай. И снова эта спокойная улыбка, куполом накрывающая всё тело. Я запомню, сейчас мне нужно бежать, но позже я обязательно тебя найду. Ты кивнула или ещё раз, сжав тебя в руках, отошёл.